всем привет спасибо что заглянули и знакомьтесь у меня теперь есть свой личный гринч я думаю спилы все его еще помнят наш любимый персонаж из пилы вот и юля мне тут недавно присылала посылку с раскрасками и конечно не могла просто положить книжки на мне там всю посылку всякими вкусняшками забила сверху вот его положила я час наверное смеялась когда его увидела безумно безумно ценное создание не знаю как его правильно назвать спасая его всячески от кота который на него покушается юль огромное спасибо за книги за то что помогла все это раздобыть ну за гринча просто отдельная моя любовь вообще слов про него нет он с нами побудет я думаю он будет это частым гостем у нас видео посмотрите как он милый муська вот покажу вам что юля раздобыла это я до сих пор не могу поверить что у меня есть этот журнал это эннис геррера я думаю ни для кого не секрет что coloring heaven выходит ограниченным тиражом раскупают его быстро на сайте его уже давным-давно нету он практически сразу был весь раскуплен и вот юля несколько штук нам раздобыла вот у нее оставалось еще несколько штучек но их уже насколько я знаю тоже нет у нее больше ну эннис это отдельная любовь и не представляю можно не любить этого автора понятно что все это на любителя но я огромный огромный любитель я очень хочу вот эту картинку начать я на нее давно уже смотрю очень классные иллюстрации несмотря на то что у меня есть как бы распечатки но журнальчик и настолько тем более редкие иметь у себя это не знаю какой-то отдельный вид удовольствия классные иллюстрации вообще слов нет наверно не устану юли говорить спасибо вот и еще она достала кербе это польское здание гринч спокойно польское здание я когда еще только начинала раскрашивать где-то давным-давно смотрела у кого-то обзор и слышала что там очень классная бумага не там смысле в польских изданиях ты была возможность заказать и вот он добрался до меня интересно попробовать я не знаю зачем я листаю эту книжку все сто раз видели буду пробовать конечно жалко что у меня нашем издании раскрашена какая-то часть картинок вот ну просто очень хотелось там пораскрашивать потом как будет настроение я их и здесь раскрашу потому что картинки как я уже говорила мне очень нравится я пока эта книжка ехала я каждый раз у юля спрашивала юлью ну что там не красите русского кербе или дождаться и вот я дождалась его наконец-то в ближайшее время приступлю и последнее третье на эту книжку и вообще не рассчитывая когда я увидела думаю ну красиво конечно но недоступно теперь но нет и это тоже юля раздобыла вот по моему кербе и дракона у юли там еще одна или две книжка оставалась если кто-то хочет можно ей написать надеюсь на тот момент у нее еще что-то останется обалденная книжка я камилу дали рико очень сильно люблю у меня вся пуп манга есть местно конечно огромный минус этих книг что они на склейке но ее рисовка и эту рисовку мне кажется просто нельзя не любить классно этот разворотный кстати не очень нравится поэтому я здесь уже себе присмотрела что вот этого парнишку можно раскрасить маркерами да и здесь вот есть еще несколько таких разворотиков можно будет поэкспериментировать потому что такой разворот не жалко какая прелесть классные дракоши девочки здесь классные в конце еще всякие существа идут зато черепаха мне очень нравится вот еще такой же разворот есть тоже можно будет экспериментировать здесь посмотрим вот это из того что раздобыла юля юля огромное спасибо за посылку посылка то вообще отдельный вид удовольствия столько там всяких приятностей любимый гринч вот и давайте посмотрим дальше что я покупала еще за это время у меня появились мне вот такие малютки они совсем при маленькие всем тоненькие такие все они хлипенькие тоже как-то моментальных на велберис не стало они появились это я конвертиков отклеила сюда переклеила они появились на велберис я заказал и там буквально ой сразу же они попали здесь девушки девочки из той книжки по-моему это куколки забыла автора вылетел из головы юная по моему очень похожая рисовка на нее и 2 с девочками хочется попробовать раскрашивать так как они вот на сайте представлены вот в таком же стиле в каком-то нежненько мне хочется попробовать я наверно просто буду брать за основу то что есть все печать отвратительно может конечно мне просто не повезло на полоски идут видите вот на глазках видно вот здесь хорошо видно пол полосы то есть принтер полосил такое какое-то странное производство стороны ну миленькие она миленькие картиночки здесь их мало совсем там 15 или 16 кажется вот везде этот брак идет на глазках видно хорошо ладно пробую здесь раскрашивать маркерами смотрим что получится но за таких малышей как-то мне кажется даже честно говоря дорого потому что она пределах 160 или 180 рублей на книжка стоила и мне кажется вот за эту цену мы покупаем таки более полноценный как тоже раскрасочки все хрипенько но с другой стороны авторские раскраски что чтобы мы хотели далее приобретала себе ручки маранди такие вы не смотрите как они тут разложены по наборам я их тут сама по цветам себе просто разложила естественно в каждом наборе они там идут все цвета вот я их разложила себе просто как мне удобно вот для чего я это сделала я ими раскрашиваю вот в этой раскраски ручки классная ложатся супер плотно я как-то сами выкраски этих ручек не делал я просто по цветам по чернилам смотрю я как-то изначально эту раскраску начала раскрашивать гелевыми ручками вот мне понравилось потому что но не такие меленькие здесь вот и как-то вот я попробовала вначале вот эту мандал раскрасить мне очень понравилось причем как-то тут сама собой она себя поменяла она изначально было совсем другого цвета но я раскрасила в начале одним цветом потом когда начала подбирать меня должен был быть голубоватый но я в ручках как-то немного перепутала закрасила серым тут сам как-то голубой подобрался уже и дальше все вот эти белые пространства должны были быть ярко-оранжевым закрашены что-то мне показалось что кто проиграет от этого мандала вот такой она должна быть вот но мне кажется что как-то по воздушнее он такой интереснее смотрится классно ручки ложатся вот я прям залпом раскрасила мандалы вот еще одна у меня где-то здесь в процессе тоже так они хорошо ложатся так аккуратненько все прям ровным плотным слоем не заедают красят идеально их так и буду вот и в этой раскраске использовать они созданы друг для друга и причем как-то у меня даже проблем с цветами пока не возникло я думаю что в дальнейшем конечно столкнусь потому что здесь даже вот просто фиолетовых не очень нашла фиолетовые цвета как-то я здесь не очень нашла вот но посмотрим классно мне прям нравится получается если еще не видели присмотритесь я заказывала на зоне они еще есть на wildberries но я знаю что их постоянно там в наличии нету один набор стоил что-то порядка 160 по моему рублей не помню уже но вот в пределах этой суммы единственное да их постоянно нет в наличии там то один набор то второе вот так вот четыре тяжело раздобыть далее покажу чем еще я тут занимаюсь я себе решила так как я все еще не теряю надежды что когда-нибудь я закончу свои фломастеры я понимаю что это что-то из ряда вон я себе сделал такой вот журнальчик в общем купила бумагу для фломастеров формата опять собственно просто продырявила посадила на пружинку и получился у меня вот такой альбомчик я просто печатала себе сюда вот такие таблички вставила и теперь как несложно понять просто на маркерах поско черное пишу номера на маркерах она фломастеров и пытаюсь их как-то тут упорядочить вот они у меня значит идут эти выкраски тут уже закончу закончился не закончился вот эти два набора общий идентичны фаберка стель коннектор по моему меняющие и не все выкрасила мне еще нужно краёлу 100 штучек что выкрасить что что-то там вот так потихонечку раскрашу может быть потом еще там есть небольшой набор маркеров которые я для номеров покупала такие тоненькие это бай май ими не помню как они называются и мазари тоже какие-то были по моему сейчас уже не помню ну если вы выкрашу покажу вот я тут в принципе немного листочков распечатал но если что всегда можно добавить у меня самодельный блокнотик для выкрасок получился очень удобно кстати говоря даже оставила вот саму папочку как она была вдруг какой-то конвертик да придется сделать вдруг сюда что-то положить нужно будет и последнее что я вам покажу в принципе это далеко не новинка у меня есть вот такой блокнотик здесь у меня идут мои супер грандиозные планы раскраски в общем все что есть он так и продается в читай городе вот такой вот обложечке единственно в самом магазине там каких-то сумасшедших денег стоит я тогда заказывала на сайте причем них были скидки и он там стоил порядка 200 рублей это можно было там еще баллы списать в общем не не очень дорого мне обошелся если парочку таких заказала вот так по полной цене он там каких-то сумасшедших денег стоит для такой тетрадочки вот и я вот в общем здесь раз записываю что этом раскрасила вот такие ребятки живут помогают мне ориентироваться там у меня всякие идеи для пилы есть дальше идеи для видео что у меня начато и не закончено я не могу у меня лапки закончите это не могу далее в общем здесь всякое всякой планы всякие что-то еще у меня здесь было а в конце я уники подсмотрела вот трекер раскрасок сколько я в месяц раскрашиваю и я теперь отмечаю но здесь у меня было штук десять наверное раскраски для сильно уставших поэтому я в принципе этот месяц не считаю каким-то супер продуктивным но просто там было много маленьких картиночек а так в принципе я в пределах все время там 10-15 картинок раскрашиваю с учетом того что у меня есть для раскрашивания только выходные это не всегда оба нормально очень удобно а тут я отмечаю когда я что раскрашиваю это не календарь и код анастаси колдер я просто с него копию сняла и приклеила его не жалко испортить и вторую такую же с другой обложкой только заказала хочу не трекер раскрасок сделать потому что на свой я благополучно еще пару месяцев назад разлила практически литр шоколадного молока и там просто просто беда даже вспоминать про это не хочу вот здесь такие приятные листочки вот мне очень нравится естественно что я его помяла немножко ну ладно а ну и тут у меня живет пандочка когда-то давным-давно я пыталась нарисовать панду такая она мне страшненько вышла но выбросить жалко у меня в принципе такого тут творчества хватает это закладка есть который сама раскрашивала рисовала вообще баловалась в общем это все о чем я хотела с вами поделиться и всем спасибо за внимание всем пока